Четыре ответных матча 1-8 финала Лиги Чемпионов Клубом, который прошел дальше в Лиге Чемпионов после домашнего поражения в первой встрече, был голландский Аякс. А 12 лет назад он одолел греческий Панатинайкос. Другой представитель Англии Челси в Лондоне примет Порту. В первой встрече эти соперники разошлись миром 1-1. Основную ставку главный тренер-хозяев португалец Жозе Мауриньо делает на форварда Искот Дивуара Дидье Дрогба, на днях признанного лучшим игроком Африки. Не выйдет на поле арены Стэнфорд-Бридж травмированный капитан Челси Джон Терри. Для Порту предстоящая игра станет сотой в Лиге Чемпионов, и гости наверняка намерены сделать себе подарок в столь солидному юбилею. После ничьи 2-2 с Интером Валенсия дома попытается обыграть Интер. За хозяев не сыграет дисквалифицированный капитан Давид Альгельда. В свою очередь безоговорочный лидер чемпионата Италии из-за травм не досчитался француза Патрика Виера, аргентинца Эстебано Камвясо и бразильца Адриану. Французский Лион, состав которого после травм пополнили Диара, Бензима и Вильтор, сыграет в родных стенах с Ромой. Две недели назад в итальянской столице зрители забитых мячей так и не увидели, но сегодня голы обязательно будут, пусть даже в Сирии после матчевых пенальти. Тем временем в чемпионате Аргентины единственным клубом, пока не потерявшим очки в осенней стадии турнира, остается Арсенал. На этот раз на своем поле Арсенал обыграл Вилес. Первый тайм завершился в ничью 1-1, а после перерыва удар головой Лукаса Вальдемарина и Карлоса Кастильона после розыгрыша Штрафнова принесли хозяевам четвертую победу подряд и единоличное лидерство. Но уже через неделю им предстоит нелегкое испытание – выездной матч с Риверплейтом. В чемпионате России по баскетболу среди женских команд неожиданно завершился матч между соперниками из первой тройки – подмосковным «Спартаком» и столичным «Динамо». Красно-белые, воспользовавшись проблемами соперниц с составом, с первых минут захватили инициативу. И к большому перерыву они вели плюс 20, а в итоге уверенно победили 91-67. В других матчах дня УГМК и подмосковная «Динамо» добились легких побед с преимуществом в 20 очков над своими соперницами. В турнирной таблице благодаря своей победе областной «Спартак» потеснил «Динамо» и вышел на второе место. Упрочили свое положение в пятерке баскетболистки УГМК. Антон Шкурин, «Вести спорт». Антон Шкурин, «Вести спорт». Антон Шкурин, «Вести спорт». Антон Шкурин, «Вести спорт».